Всем привет! На моем канале самые свежие и интересные новости Дома-2 раньше эфиров. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки! Организаторы проекта дали добро на поездку Татьяны Владимировны в Дубай. Дамочка заказала себе отель с 11 до 18 марта. Марина и Чуев будут проживать в другом отеле. А познакомить ли Чуев свою потенциальную тещу с законной супругой, скоро узнаем. На проект приехала мама Тимура. Александра Харитонова с ней подружилась, но отменить свадьбу слесковец, в которой Тимур проиграл спор, не смогла. Потешная свадьба, конечно же, будет в духе проектных сценок, но сам факт этого действия обижает Сашу, которой наверняка дадут не самую приглядную роль в этом спектакле. Илья Ябаров опять влюбился. Зрители делают ставки, через сколько дней новая пассия будет бита ёршиком от унитаза. На улице Лизы Шарохи снова праздник. Вова Гаути с ней опять заселился. И в институте ей дали вторую попытку на сдачу сессии. Но вот Катя Гужинская пытается насолить паре Лизы и Вовы, пытается вернуть парня. Но, по-моему, очевидно, что обратно Кате он не вернется. Новенькая Алла Бабичева, которая приходила к Венцу на недавнем неплановом женском приходе, уже съехала с темы и пишет в соцсетях, что это слухи, и теперь утверждает, что она не такая, ждет трамвая. Скорее всего, девушка скоро отправится за ворота, ведь ее взяли на проект именно для Венца. А сегодня на проекте состоялся мужской приход. Саша Артемова сообщила, что попахивает ракировкой на Николаса. На женском голосовании проект покинула новенькая Ольга, которая только вчера пришла. Попытка закрутить с Черкасовым ей не помогла. Ночью Артемова и Кузин сильно поругались, зато утром Женя подарил ей шикарный букет и извинился. Саша, как всегда, его защищает и сообщила, провинился мальчик, надеюсь, сделал выводы и больше такого не повторится. Катя Король до сих пор ждет своего русского медведя Александра Моисеева. Настя Гаганина, которая пообещала порвать рапунцель к огрелку, облажалась на острове. Девушка выбрала проигрышную тактику засаживания своего Димочки и поэтому была отправлена под зад с коленом в Сейшел. К сожалению, Настя не оправдала надежды на новую сюжетную линию и долгие разборки с соперницей. Ну и, конечно же, Настя, покинув остров, поделилась своим мнением и своими впечатлениями. Цитирую. «У Димы одно богатство в жизни – это его мамочка. Она за него переживает, любит, а он на нее кричит. Об остальном я молчу. Вещи у него дешевые. Один парфюм, который ему подарила рапунцель». А на рапунцель брендовых вещей я вообще не заметила. Есть детские купальники, бесформенные юбки, вещи, с которых она похудела, дешевые базарские топики. А на ногтях шелак, который уже с пол ногтя начинается. Увидев мои часы за 8 тысяч долларов, она сказала, что такие часы на базаре 200 рублей стоят. Я могу сделать свои выводы. У Дмитренко и Рапунцель нет воспитания и нет манер. Выросли в деревне и дальше своего носа ничего не видели. Равняют всех на себя, а сейчас им дали власть. И они сходят с ума. Сценария нет, но слабоумным подсказывают, что делать. Вот таким образом расстроенная Настя решила опозорить и Диму, и Рапунцель. Шлок.ру. Новости и слухи проекта Дом-2. Подписывайтесь на мой канал. Смотреть и слушать тоже интересно. Смотреть и слушать.